Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Я сейчас нахожусь в Италии временно, пока в Украине подходит война. Знаете, сейчас я активно работаю со своими следами, с участниками своих марафонов. И, конечно, один из таких моментов, которым сегодня очень хочется обсудить, я постараюсь порассуждать с вами на эту тему, это то, каким образом вот эти все сложности, которые с нами происходят, которые нам все время как будто бы хочется перемотать, забыть о них, вырезать их в своей жизни, на самом деле влияют на нашу судьбу и на нас, как на человека. Я думаю, что еще не одно видео я буду снимать на эти темы, потому что это очень важно осознать и понять. Смотрите, в нашей жизни с вами есть какие-то критические точки, они разные на самом деле. Каждый раз, когда мы попадаем в какую-то критическую точку, что-то идет не по флангу, скажем так, что сильно влияет на нас, нас это заставляет как будто бы проснуться, потому что, по сути, всю обычную жизнь мы можем поделить на некие части. И если мы посмотрим на эту часть, то это часть, в которой мы спим. Что это означает? Это означает, что мы делаем набор стандартных действий, привычных нам, делаем их на абсолютном автопилоте, не задумываясь о том, что происходит. Ходим на работу, ходим в школу, решаем какие-то вопросы, находимся в каких-то отношениях, и потом у нас происходит какая-то авария. Что-то, что выбивает. Это привычное наше состояние, наше привычное действие, и мы просыпаемся. Мы всегда называем это кризисом, мы очень сильно страдаем, когда это происходит. Мы все время хотим, чтобы это закончилось. Нам хочется эти моменты вырезать. И, по сути, нам хочется с вами снова заснуть, снова сделать так, чтобы нам было хорошо, спокойно, и нас никто не трогал. Но давайте-ка разберемся сейчас, а что на самом деле это за ситуация? Являются ли они наказанием, тяжелым рухом? Вообще, что это? Давайте начнем с самого основного. Скажем так, вспомните любую ситуацию, которую вы проживали, кризисную, или которую вы проживаете сейчас. Можете ли вы сказать, что эта ситуация повлияла на вас, что она заставила вас включиться, что она заставила вас начать принимать новые решения, совершать новые действия, которые вы раньше не делали, и что вы, можно сказать, максимально аккумулировались и не можете находиться в состоянии сна, потому что вам нужно полностью контролировать и влиять на происходящее. Определенно, да. А скажите, пожалуйста, например, когда вы приходите на какой-то тренинг, или слушаете какое-то мотивационное видео, не этого ли вам всегда хотелось? Не хотелось ли вам войти в состояние, когда вы управляетесь своей жизнью, когда от ваших действий зависит то, что с вами происходит в прямом смысле, и делается это быстро, когда вы не просто о чем-то рассмышляете, а когда вы получаете перед собой все возможности для действий. Давайте-ка об этом подумаем. Сейчас мы находимся в очередной раз, переживая этот кризис, что у вас он может быть любой другой, потому что вы можете не быть жителем Украины. А на самом деле вот такие сложные времена, которые мы хотим перемотать по факту, и начинают создавать из нас настоящую личность, не похожую ни на кого другого, проявлять нас как особенную фотографию с мелким количеством огромных деталей, индивидуальности, идентификации. Ведь именно такие ситуации заставляют нас не то чтобы просыпаться, а заставляют просыпаться все наши качества, навыки, умения, заставляют нас быть максимально в ресурсе, постоянно в концентрации, выжимать максимум. И именно эти ситуации мы затем вспоминаем как те, которые повлияли на нас, как те, которые заставили нас в определенный период сделать выбор, как те, которые такими ниточками и узорчиками нашего ДНК проложились в нашей жизни. И так оно и есть. Как часто женщина говорит, например, как хорошо, что я тогда была в этих отношениях, или разорвала эти отношения, или что у меня был опыт этих отношений, ведь теперь я стала совсем другой. Как вы думаете, насколько стильно сейчас влияет на нас то, что с нами происходит, не с позиции кошмара, а с позиции того, насколько сильно мы становимся другими, насколько сейчас мы становимся более собой, насколько мы становимся видны, как для стилля, так и для других. По факту я очень хорошо осознаю, что когда сейчас, как и в любой кризисный момент, мы говорим себе о том, что мы хотим поставить жизнь на паузу, и когда нам кажется, что она на паузе и ничего не происходит, на самом-то деле происходит самое важное. И сейчас, спустя какое-то время, и даже прямо сейчас, вы видите, как разные люди, возможно, и вы сами, а возможно, и нет, ведут себя абсолютно по-разному. И как в том-то еще больше проявляются их лидерские качества, как в том-то еще больше проявляется пассивность, как в том-то проявляется что-то такое, что в будущем поможет сделать этого человека и его жизнь еще более удивительной, более, более... Не хочу говорить лучше или хуже, но получается, что мы оттачиваем сами себя, мы перестаем быть похожими на других. В таких ситуациях мы больше идентифицируемся, мы получаем свою уникальность, мы начинаем видеть, за что мы можем себя уважать, где есть наши сильные стороны, на что мы способны. По сути, эти ситуации и делают нашу жизнь, нашей, не стадлым эффектом, не жизнью какого-то табуна, а именно здесь ты занимаешь свою личную позицию по всем пунктам. Именно это важно помнить сейчас. Не ждать, когда кто-то скажет, что тебе делать, и ждать, что сейчас все перемотается, и не страдать, потому что мы никогда не сможем вернуть, потому что время так или иначе проходит. И если бы не было этой ситуации, были бы другие ситуации, ничего не стоит на месте, ничего завтра не будет так, как есть сегодня. И я хочу, чтобы вы сейчас это осознали. И для тех, у кого есть состояние паузы, страхов, осознали, это часть вашей жизни. Это один из кирпичей вашего дома. Представьте, что вы строите себе дом, у вас есть разные кирпичи, но вы привыкли, что все кирпичи оранжевого цвета, они прямоугольные, но у вас есть еще красные квадратные кирпичи. А есть еще прямоугольные кирпичи более крупного размера, зеленого цвета. И вот здесь самое интересное. До тех пор, пока ваши все кирпичи одинаковые, вы, как правило, строите одинаковый дом. Но когда вы доходите до других кирпичей, здесь начинается ваша индивидуальность. Здесь вы решаете, как их вкладывать, в каком количестве, какие узоры рисовать вокруг дома, какую стену, какой сделать. Здесь включается настоящий творец. Человек – это творец жизни. Вы уже слышали про это, правда? Но мы всегда такие фразы говорим, знаете, нам кажется, что мы становимся умнее, когда мы говорим, я творец своей жизни, я там справлюсь. Часто мы повторяем какие-то фразы просто для того, чтобы поставить галочку и уж простите-ка на отъебись-ка. Для того, чтобы другие люди как-то от нас отстали, и нам казалось, что наша умная фраза каким-то образом сильно повлияла на нашу жизнь. Мы давайте будем смотреть на то, как всё происходит. Поэтому сейчас каждому, кто находится в сложной ситуации, а нас таких много, я хочу напомнить, что это есть часть нашей жизни. Это не брак, это не то, чего не должно быть, это не то, что вы сможете забыть. Это часть. Это ваша часть. И ваша задача сделать из этого сейчас, точнее, ваше решение, сделать из этого сейчас шедевр или сделать из этого конкретный вагн, сделать из этого то, что вам захочется скрывать и закрывать, то, что называется жизненным уродством, когда вы просто дали слабину. Да, это наша жизнь. Да, мы с вами оказались в этом времени, в этом месте. У каждого из нас сейчас твоя история. Кто-то смог уехать, кто-то решил остаться. У кого-то произошла одна трагедия, у кого-то другая. Мы должны понять, что это часть. И это также является результатом тех действий, которые мы совершали раньше. Это результат тех действий и тех, возможно, жизней, в которых мы проживали раньше. И нужно это применять. Вы не можете стереть это резинкой. Вы не можете на это забить. Вы не можете сейчас сделать вид, что вы суперстрадалец и ничего не происходит. Если вы живы, значит, вы для чего-то здесь живы. Так хватит ставить свою жизнь на паузу. Хватит ждать. Вы живете сейчас. Именно сейчас закладывается и дается возможность для проявления ваших уникальных талантов, желаний, характеров и прочих вещей. Вы можете говорить о себе все, что угодно и считать себя кем угодно. Вопрос в том, что вы сейчас будете делать. И это, друзья, супер важно. Вы знаете, я была поражена, скажу вам честно, тем, когда спустя две недели после войны у меня собрался полный поток марафона «Рерайтер жизни». И знаете, чем я была поражена еще больше? Я была поражена тем, что пришли люди, в основном, большая масса повторников. И каждый сказал, я понимаю, что сейчас мне это нужно, как никогда. Потому что это уже люди, которые имеют определенный уровень осознанности и ценности. Понимание того, что сейчас не время для страданий, сейчас время для построения себя, для выведения себя из спящего состояния в позицию активности. Как бы дико, для обычных людей это не звучало. Поэтому работайте сейчас над собой. Это важно, как никогда. Первого мая у меня стартует новый поток марафона «Рерайтер жизни». И если вдруг вы также понимаете, что вам действительно нужно поработать над собой, я буду рада. Если вы понимаете, что вы не готовы, собирайтесь силами и внимательно подумайте, пожалуйста, над теми словами, которые я сейчас сказала. Потому что это очень и очень важно. И поверьте, война закончится, а вы останетесь. И то, какие шаги вы сделаете сейчас, определит то будущее, которое вы получите совсем скоро. Обнимаю вас.